МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112 в Лазовском районе. Водитель утопил в реке свое авто вместе с пассажиркой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неизвестный мужчина поджег автомобиль, припаркованный во дворе дома в Уссурийске. В Приморье полицейские в ходе рейда привлекли к ответу 80 мотолюбителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Лазовском районе водитель утопил в реке свое авто вместе с пассажиркой. Трагедия произошла по вине 32-летнего мужчины. Он не справился с управлением, слетел с дороги. Машина опрокинулась в реку и затонула. Водитель выбрался, а вот его 35-летняя пассажирка не смогла. По предварительным данным, виновник был пьян. Два приморца пойдут под суд за убийство годичной давности. Во время застолья у одного из задержанных украли телефон. Когда потерпевший предложил вместе разыскать вора, его заподозрили в сговоре. Мужчину избили, заперли в багажнике автомобиля и подожгли. Более 80 мотолюбителей привлечены к административной ответственности в результате рейда полицейских в Приморье. Большинство нарушений – это отсутствие прав нужной категории, а также отсутствие средств защиты. Наказание предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Массовое ДТП в районе автобусной остановки «Артем-2». Водитель «Хонды-стрим» не выдержал дистанцию и совершил столкновение с «Приусом». Гибрид догнал «Тойоту-кресту» и остановился на обочине. Дальше многострадальная «Креста» догнала «Хонду-Аккорд», а ее саму ударила еще и «Хонда-стрим». Неизвестный мужчина поджег автомобиль во дворе дома в Уссурийске. Хозяин «Хаммера» припарковал свое авто и ушел за ребенком. В этот момент из-за угла выбежал мужчина, облил автомобиль жидкостью, поджег и быстро скрылся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивают. В Уссурийске на Владивостокском шоссе 70-летний водитель Лады Гранты сбил 64-летнюю женщину. На месте работала скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Возбуждено административное расследование. Всего по данным Краевой госавтоинспекции за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 42 ДТП. Пострадали 6 человек. К счастью, погибших нет. Повреждено 72 транспортных средства. Следователями СК завершено расследование в отношении двух организаторов азартных игр. Всего задержаны 5 человек, среди которых адвокат и бывший полицейский. По версии следствия, с 2018 года преступники получили более 375 миллионов рублей незаконного дохода. Объем уголовных дел составил уже 66 томов. Жители Артема просят оградить их от агрессивной соседки. На видео попала одна из выходок женщины. Проезжая на велосипеде, ей не понравилось, что собака стала лаять, поэтому она решила залить ее перцовым баллончиком. Как сообщают очевидцы, ранее она кидала в собак камнями. Еще от одного беспокойного соседа ждут беды жители Патрокла. Мужчина неоднократно срывал информационные наклейки в лифте, показывал неприличные жесты, заклеивал камеры видеонаблюдения и открывал стеклянную дверь с ноги. Во Владивостоке сопка-холодильник превращается в свалку. Жители бьют тревогу. Грузовики с мусором ежедневно сбрасывают отходы у подножия сопки. Рядом же расположен исторический форт Муравьева-Амурского. Активисты просят власть принять меры. В находке мужчину обвиняют в жестоком убийстве собаки. Как сообщают очевидцы, сначала он выгнал животное, собака прибилась к бездомной стае. Но спустя некоторое время мужчина зарубил пса топором. Убийство видели не только взрослые, но и дети. Очевидица обратилась с заявлением в полицию. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон, присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу «Вместе». Продолжение следует...